Полагаю, что не будет легче, если я скажу, что она не одна. Я думаю, вам, которые задавал этот вопрос, или тем, кто просто заинтересовался и сейчас слушает и смотрит наш ответ, не будет легче. Это правда? Почему нам легче от того, что таких, как она, не одна много? Увы, катастрофа, ужас, но много. Как говорится, не так уж много, чтобы мы могли бояться явления, но достаточно много, чтобы мы переживали. Ведь мы переживаем за каждого еврея и за эту девушку тоже. Что делать? Общее правило. Поскольку речь идет об эмоциях, с эмоциями нельзя спорить. Эмоции, рассуждения в мире эмоций ни к чему не приводят. Значит, я бы рекомендовал, если вы с ней общаетесь, и всем, кто общается в таких ситуациях с эмоциональными реакциями, это самому быть спокойным, не возражать, не пререкаться, не нужно. Речь идет об эмоциях. Но задавать вопросы. Они обычно снижают накал и медленно переводят к какому-то размышлению, к какому-то открытию, к каким-то откровениям. Например, спросить ее, а она только евреев ненавидит, или есть еще народы, которые она ненавидит. Если, допустим, она скажет, что есть, спросить, почему. Найти что-то общее. Почему она ненавидит вообще? Почему вообще можно ненавидеть народ? Когда мы уйдем от еврейского народа, у нее снижится накал. Она же еврейка, для нее это больная проблема. А про других ей легче говорить. Значит, будет легче разговор, как можно вообще ненавидеть другой народ. Мы знаем, что это неправильно. Нельзя ненавидеть другой народ. Я даже не говорю о том, что ненавидеть во многих случаях вообще нельзя какого-то представителя народа. Отдельного человека, к нему может быть отрицательное отношение, но это другое дело. А если все сведется только к еврейскому народу, то тоже спокойно спросить, почему. Она знает весь наш народ. Она знает корни нашего народа. Она знает, на чем мы воспитывались. Мы это имеем в виду наш народ. Она знает это. Она знает, что мы существуем три с половиной тысячи лет. Если не сказать четыре. И до сих пор, как это произошло, почему. И она привести ее задуматься к этому, об этом. И о том, что если мы существуем эти тысячи лет, то, наверное, у Творца есть смысл в этом. Если она не знает про Творца, надо говорить про Творца. Уйти от болтовни. Перейти к Всевышнему. Задуматься об этом. Рассказать, почему Он нас избрал. Не потому, что мы самые умные. Потому что мы Его работу делаем на земле. Надо об этом думать. И еще, конечно, надо и рассказать, что написано у нас в книгах, и на чем еврей воспитывается. Что три критерия определяет еврея. В такой степени определяет, что если нету этих трех характеристик, есть подозрение, что человек не еврей. Это скромность, стеснительность и желание делать добро. Если еврей не скромный, если не стеснительный, не хочет делать добро, подозрение, может быть, это даже не еврей. Пусть она найдет другие народы, у которых этого главу угла поставлен. Естественно, скажет, что она знает евреев, которые совсем не такие. Не надо спорить. Правильно. Эти евреи живут по-еврейски. Эти евреи, разве не жертвы? Идеи девятнадцатого века, а потом Советского Союза. Так если так, так они не представляют еврество. Они жертвы. А честный, умный человек не смотрит на жертвы. Он смотрит на настоящее. И мир не идеален. Никто. И эта девушка тоже. Значит, надо искать хорошее. И тогда задуматься, если она еврейка. Почему она еврейка? Откуда у нее эта душа? Зачем? Для чего? И можно сказать, что она может быть из тех, а таких много людей было, которые начинали с того, как она, а потом пришли к тому, что они стали любить свой народ и гордиться им. И это очень важно. Это можно и нужно ей сказать. И все постепенно, спокойно, без всяких перепалок, без руганий. И будем надеяться, что это и откроется все. Я знаю много случаев, которые начинали так, заканчивали совершенно иначе. Как и молодые люди, девушки, мужчины, женщины, те, которые гордятся своим народом и живут по-еврейски. А это самое главное. Все доброго. До свидания.